Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале! Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусные, очень красивые и очень быстрые конвертики с клубникой, как и с кондитерской. Получаются они всегда готовятся очень просто, очень быстро, из самых простых доступных продуктов. Главное, чтобы была свежая клубника сейчас в сезон свежей клубники. Это очень актуальный рецепт. Итак, сначала приготовим начинку. 250 мл молока я довожу до кипения. Но не кипячу. 100 г сахара, 1 маленькая щепотка соли, 8 г ванильного сахара, 35 г кукурузного крахмала. Я все это перемешиваю, очень хорошо, чтобы не было комочков. И добавляю туда 100 мл холодного молока. И опять же, все это очень хорошо перемешиваю. В закипающее молоко тонкой стройкой я ввожу всю крахмальную смесь. На умеренном огне сейчас в ковшике или же в кастрюле с толстым дном я довожу при непрерывном помешивании всю эту смесь до кипения. Как только пойдут первые пузыри, я провариваю это еще примерно 20-30 секунд и сразу же снимаю все это с огня. Загустеет смесь, она готова. Переливаю просто в емкость, где она у меня немножко остынет. Ее не обязательно здесь остужать даже до комнатной температуры, потому что все равно мы будем с ней далее выпекать. Накрою просто пищевой пленкой в контакт, чтобы она у меня не заветривалась, эта смесь. Отставлю пока в сторону. Я беру вот такой пласт теста. Это у меня бездрожжевое слоеное тесто. Оно не должно быть очень теплым, но и не должно быть совсем таким холодным. Я достаточно его холодным развернул, поэтому оно у меня немножко потрескалось. Вы также можете использовать и дрожжевое слоеное тесто. У меня примерно 40 сантиметров в длину оно, это тесто. И я разделила его на 6 равных квадратов. Вот таким образом делаю конвертики из теста. Сильно теплым это тесто не должно быть, иначе конверты тоже у вас будут очень неровными. Но и не слишком холодным, как я уже сказала. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. В каждый конверт в середину я выкладываю по 1 столовой ложке пудинговой основы заварной. Обязательно в заранее разогретой духовке будем выпекать. Выпекаю при температуре 200 градусов Цельсия примерно 20 минут на среднем уровне без конвекции. Пока печется первая партия, готовлю уже вторую партию теста таким же точно образом. Если у вас есть функция конвекции в духовке, вы можете выпекать все это также при температуре 200 градусов Цельсия с конвекцией буквально 12-15 минут. Это все будет зависеть только от вашей духовки. Делаю также эти же конвертики. Также выкладываю по 1 столовой ложке заварной основы. Это как раз хватит на 12 вот таких конвертиков. Этот рецепт рассчитан на 12 штук. Здесь, конечно, можно выпекать без заварной основы. Потом ее добавить уже, когда испекутся все эти конвертики. Тогда следует выпекать уже с грузом каким-то в середине, допустим, из фасоли. Но я не заморачиваюсь, я выпекаю сразу все вместе. Так очень часто тоже делается. Также буду выпекать на среднем уровне без конвекции примерно 20 минут. Первые у меня уже готовы. И также выпекаю 20 минут вторую партию. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не употребляет в пищу яйца по каким-либо причинам. Этот рецепт готовится полностью без яиц. Его также можно приготовить в постной версии. Готовлю быструю глазурь. 100 грамм сахарной пудры и 1 столовая ложка лимонного сока. Эту глазурь я готовлю для вкуса, можно сказать. Чтобы полить потом сверху выпечку, чтобы она была с такой легкой кислинкой. Вместо лимонного сока можно взять также 1 столовую ложку молока. Из этой глазури я сделаю просто полосочки на изделиях. Если вы возьмете вместо лимонного сока именно молоко, эти полоски не будут растекаться. И будет очень красивая сеточка на изделиях. 500 грамм свежей клубники я нарезаю вот так кубиком и треугольниками. Кубиком нарезаю, так сказать, для наполнения, для начинки. А треугольнички для украшения. Вы же можете все по вашему усмотрению нарезать все кубиками. То есть половину я примерно нарезаю так, половину так. Теперь приготовим ту самую глазурь, которая придает блеск всем этим изделиям и ягодам. 350 миллилитров воды я довожу до кипения. 50 грамм сахара. 30 грамм картофельного, именно не кукурузного, а картофельного крахмала. Все это я перемешиваю. Сразу хочу сказать, здесь я готовлю двойную порцию. В описании к данному видео я напишу порцию для данных изделий. Мне просто нужна она была еще для следующего торта. 150 миллилитров холодной воды. Добавляю туда всю сухую смесь. Все это очень хорошо перемешиваю, чтобы не было никаких комочков. Очень важно крахмал здесь взять только картофельный, не кукурузный. И добавляю туда 1 столовую ложку лимонного сока. Вода у меня уже практически закипела в кастрюле. Я ввожу туда сейчас тонкой струйкой, помешивая в центре всю крахмальную смесь. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения. Когда смесь начинает кипеть, я провариваю ее еще примерно 1-2 минуты. Все это будет зависеть от вашей плиты. И важно, чтобы вся эта смесь стала прозрачной. Снимаю ее с огня. Часть я отливаю для другого торта, она мне здесь не понадобится. А второй половиной я украшу сейчас в горячем виде. Ее нужно использовать все мои конвертики. Вы же можете в половину меньше этой глазури сварить вот для этого рецепта. Это я просто показываю здесь на большую порцию. Но вы можете использовать в 2 раза меньше здесь в рецепте. Я все это напишу в описании к данному видео. В горячем виде используем глазурь. Покрываем полностью все конвертики. Выкладываем сначала кубиками нарезанную клубнику. Сверху треугольники. Это я так украшаю. Вы можете по-другому украшать. Всю клубнику я также обильно покрываю глазурью. Тоже в горячем виде эта глазурь используется. С клубникой ничего не будет. Если у вас эта прозрачная глазурь вдруг загустела и стала холодной, вы ее также можете либо импульсами в микроволновке прогреть, либо опять на плите. 10 грамм буквально у меня здесь нарубленных фисташек. Это все по желанию. Я использую просто для украшения. И украшаю сейчас финишно вот той глазурью на лимонном соке, который мы готовили заранее. Вы же можете вместо лимонного сока использовать, как я уже сказала, молоко. И тогда глазурь не будет так растекаться. Она будет более оформленная. И на вкус не будет вот этой кислинки, если вам достаточно ее от клубники. Вот эту глазурь на лимонном соке вообще можно не использовать, если вам достаточно того оформления, которое мы прозрачной глазурью сделали. Получаются превосходные, очень красивые и очень-очень вкусные изделия, которые просто и быстро можно приготовить дома. Вот такой прекрасный разрез у них получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.